Долгожданное призовое место заняли наши хоккеисты в фестивале любительских команд «Ночная хоккейная лига». Он прошел в Сочи. В этом году Ненецкий округ представляли «Полярные волки». Первый период «Полярные волки» начали со стремительной атаки ворот соперника, не давая противнику выйти из своей зоны. И на четвертой минуте игры игрок команды «Полярные волки» Сергей Шубта, отгрывая счет в этом матче, с отрицательного угла забрасывает шайбу ворота соперника. Еще один бросок. А вот теперь уже и голкипер команды Владимир Бобиков, команды «Империя». Вот и его визаи проявился. А в матче... Ух ты! У нас какой гол! Затем буквально через несколько минут случилось первое удаление игрока «Империи» Василия Кладова. И когда до конца первого периода остается 9 минут, еще один виртуозный гол в ворота «Империи» забивает Сергей Шубта. Под 17 номером, да, тут тоже Харламовский такой. Должен оправдываться. Ковальчиковский, Иван Ткаченко. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу команды «Полярные волки». Начало второго периода принесло команде «Империя» долгожданный гол. На четвертой минуте Алексей Сидоров забивает ворота «Полярных волков». Но через 4 минуты Сергей Шубта отвечает еще одним голом ворота «Империи», тем самым забросив хитрик в этом матче. Для нас все-таки не очень доброе, мы же проиграли, да. Но это история, такова жизнь. Из-за 47 секунд до конца первого периода игрок команды «Империи» Алексей Ксенофонтов сокращает разы в счете. Второй гол он приносит своей команде. Напомним, Владислав Михайловский, кто не знает, это комментатор ночной хоккейной лиги и большой болельщик ЦСКА. Да! Второй период завершился со счетом 3-2. Через пару минут после начала третьего периода судьи назначают булит, который выполняет игрок команды «Империя». И решающий гол в этом матче забивает защитник «Полярных волков» Игорь Фокин. Счет на табло 4-2. Как таковой нет, то есть они сами не поняли, как это получилось. Команда Нинецкого округа занимает третье место в пятом сезоне в фестивале любительских хоккейных команд «Ночная лига». Дмитрий Марков, телеканал «Север». Продолжение следует...